осень сентябрь начало сентября отмирает отмирают растения надземная часть отмирает корешочки засыпают и вот сейчас мы с вами здесь на этом месте для того чтобы показать я обещала вам показать как растет чистуха подорожниковая и вот как мы ее должны забрать именно в этот момент первый раз мы ее собираем когда ее надземная часть очень красивая зеленая когда листочки зеленые и цвет совершенно еще самом самом начале цветения сейчас нам очень важна именно часть стебля новая поросль листьев и корень вот в данном случае вот такое растение приболотная болотная вот здесь часть есть которые уже отмершие совершенно и вот парочку листьев почему чистуха подорожниковая потому что обратите внимание как похоже у нее листья на подорожник такие же прожилочки вот сейчас буквально смысле вот видите как покажу такие же на свет такие же прожилочки как у подорожника для чего это нам нужно растение для того чтобы приготовить сироп и приготовить очень такой серьезный сироп настойку иногда водное излечение для того чтобы победить такой грозный недуг как асцит александр к нам пробирается не подходи к нам не надо снимать не надо снимать не надо так сейчас мы попробуем чуть-чуть подкопать это не должно быть трудно но не знаю смотря какой корень обошлись без мужской помощи даже мы с вами вот такие отмершие листочки у нас с вами вот такие отмершие рейки мы все убираем вот асцит или водянка это очень серьезный недуг часто как раз сопровождающие такие серьезные заболевания как циррозы печени онкология различного вида локализации значит здесь у нас с вами присутствует обязательно в таком настое или авиатваре или сиропе обязательно честуха подорожниковая вот так отбила землю остальное зачищается остаются новые совершенно новые молодые побеги листочков иногда совершенно маленькие маленькие такие листочки все остальное вымывается и готовится вот так вот выглядит чистуха подорожниковая соседствует она рядом с усаком с усак зонтичный вот ее собрат вот он видите посмотрите внимательно это с усак зонтичный тоже уже отдыхает полностью все весь в семяночках чудесных вот растение замечательно красиво цветет достойно внимание летом ну вот поэтому часть мы этого растения собираем летом во время цветения а часть вот при засыпании вот именно в такое время когда молодая розетка еще раз появляются и соки и сок еще не уходит именно из стебля только опять заново мы можем ощущать насколько это растение удивительное конечно работает с отеками асцитами водянкой живота как народе говорили раньше такое чудесное растение и естественно проблемы почек мочевого пузыря взаимоотношения между печенью и почками потому что асцит как правило появляется мы говорим уже при очень серьезных проблемах